Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Хохлатов. И сегодня у нас такая тема. Это будет один из роликов в серии, очередной, кстати говоря, ролик в серии «Как распознать пирамиды». Имеются мошеннические пирамиды финансового толка. Итак, может быть, кто-то еще не знает, у меня есть сайт деловой.бис, и здесь есть такой раздел «Мошеннические схемы». Мы достаточно много здесь уже написали, проанализировали, помогли людям разобраться, что есть пирамида, что есть не пирамида. Здесь много полезного материала, так что заходите, посмотрите. В том числе вот такой вот смешной ролик есть про лошков. Так вот, здесь же будет тот ролик, который я сейчас записываю. И давайте возьмем и разберем такую пирамиду, как FargoCoin, прямо вот конкретно на ее примере. Как же быстро распознать, что это такое? Вот смотрите, заходим прежде всего на сайт, официальный сайт того проекта, в котором вы, например, сомневаетесь или хотите его разобрать. Вот мы зашли на сайт FargoCoin и смотрим, что здесь совершенно не прикрыто, то есть просто рассчитано на дурачка. Представлены какие-то вещи, которых просто не может быть. Ну, например, proof of stake на биткоине. Видите? Original proof of work system that bitcoin pioneered. То есть, типа мы делаем proof of stake на биткоине, если кто-то разбирается хоть немножко такой proof of stake, proof of work, то вы понимаете, что это просто бред. Потому что на основе биткоина proof of stake просто невозможен. Ну, вот так. Хотя proof of stake хорошая идея, она сейчас внедрена на эфириуме, и смысл такой, что как такового майнинга в виде эмиссии монет нет, но есть вот другая, в общем, система, которая чем больше у тебя монет, тем больше ты как бы и майнишь. Не буду сейчас даваться в подробности, это не важно. Вот здесь какие-то красивые ролики о том, что это выгодно, что это классно, proof of stake, хотя такого быть не может нам в биткоине. Смотрим другое. Вот, например, гитхаб. Это ресурс, который показывает о том, насколько монета данная, ресурс технологичный, ну, соответственно, над ним работают. Заходим туда, на гитхаб, и видим, что один единственный зеленый квадратик в июле 25-го числа, то есть 9 месяцев назад, вернее 11 месяцев назад, единственное, один раз заходили, что-то там делали с этой монетой, с фаргакойном. Ну, а сейчас как с таковой технологией. То есть работы не ведутся. Дальше. Возвращаемся на сайт и видим, что это, в принципе, обычный и простой одностраничник. То есть мы пролистываем просто разделы вниз. То есть совершенно элементарная вещь, которая не переведена ни на один язык, даже на русский не переведена. Вот. Хотя я знаю, очень многие русские занимаются этой финансовой пирамидой. Ну, просто я надеюсь, что по незнанию хотя бы, так скажем. Увеличивайте свою финансовую грамотность и не поддавайтесь вот на такие глупости. Давайте посмотрим дальше. Заходим на биржу CoinMarketCap. Ну, это не биржа, это такое место, где все сведения о криптовалютах вот зашли. Давайте посмотрим, найдем здесь, здесь залистена монета фаргакойн, чем соответствуют представители этой финансовой пирамиды. И видим, да, фаргакойн действительно здесь залистен, цена 0.55. Смотрим на график, цена была 10 почти долларов за одну монету. Сейчас она резко опустилась до 0.5 долларов за монету. Началось все с двух движений, да, вот так вот видим. И, соответственно, объемы торгов просто ничтожные. Хорошо, ничтожные, не ничтожные. Давайте посмотрим, на какой бирже это залистино. И видим, что биржа-то в основном 70% объема. На какой бирже, знаете, 62%. Вчера я смотрел, кстати, 90% было. На бирже FargoBase, то есть это карманная биржа самого этого проекта, который, в общем, сделал эту монету и выпустил на свою собственную биржу. Ну и плюс какие-то CoinRate, биржи, которая как бы никому не известна. Сам ресурс CoinMarketCap берет информацию обо всем-всем-всем, не сортируя, что это, скам или не скам, просто предоставляет информацию сухую о том, что есть что. И вот по поводу, что есть что в FargoCoin, мы увидели вот такие данные. Ну, кроме того, мне когда презентовали FargoCoin, это было, когда я еще жил в Турции, в мае, по-моему, 2017 года. Сейчас у нас, слава богу, уже июнь 2018. Я как-то каким-то внутренним чутьем сразу понял, о чем речь. Во-первых, здесь, как всегда, у нас идет гарантированный практически доход, почти одинаковый каждую неделю или месяц, я уже не помню подробностей. Ну, в общем, очень понятные такие сигнальчики, которые сразу дали понять о том, что же это такое. FargoCoin живет до сих пор пока, хотя, конечно, уже цена монеты резко понизилась, может, этот проект уже и умер, но, по крайней мере, сайт, мы видим, еще живет. Вот, ну, а тех, кого я предупреждал об этом проекте, кто, как бы, несмотря ни на что продолжил, искренне жаль, хотя я знаю пару моих друзей, которые сознательно там, ну, друзей, как знакомых, да, которые сознательно там участвовали, потому что понимали, что какое-то время здесь можно зарабатывать. Друзья, я лично считаю, что это только снижает ваш имидж, поэтому не лезьте в такие проекты. И сам в таких проектах ни разу не участвовал. Итак, сайт «Деловой Биз», «Мошеннические схемы» и посмотреть здесь все остальные ролики. Здесь и о психологической характеристике тех людей, которые идут в финансовые пирамиды, и подробный разбор полетов о финансовых пирамидах, и даже есть передача «Россия. Первый канал». Ну, много чего интересного. Так что заходите, смотрите и оставляйте свои комментарии. И под этим видео, и под этой страничкой. С вами был Алексей Хохлатов. До новых встреч!